Как поддержать предприятия, занятые в малом и среднем бизнесе? Этому вопросу особое внимание уделили в правительстве Тверской области. Коронавирус нарушил все планы, компании терпят убытки. В это число входит и лесная промышленность. А тему продолжит наш корреспондент. В этом году лесодобывающая и перерабатывающая промышленности столкнулись с целым ворохом проблем. Первая из них – это зима. Точнее, ее отсутствие. Большая часть дорог, по которым вывозят сваленный лес, прокладываются с расчетом на то, что в холодное время года они промерзают. И туда может проехать техника. Но поскольку этой зимой морозов практически не было, эти пути закрыты. Скорее всего, заготовку леса придется сокращать, говорят эксперты. Мы держимся. Я думаю, что мы не упадем. Второй проблемой стало распространение коронавируса. Из-за него компании, задействованные в отрасли, теряют большие деньги. Чтобы они не закрылись, правительство области предприняло несколько важных мер. Которые могут оказать существенную поддержку бизнесу. С точки зрения поддержки лесной отрасли, которая сейчас у нас оказалась в одной из самых худших ситуаций. Это предложение переноса в течение этого года арендных платежей под договором аренды лесных участков, которые поступают в региональный бюджет на декабрь этого года. С тем, чтобы позволить этот финансовый временной промежуток отрасли пережить. Это не введение временного ограничения движения транспортных средств по региональным дорогам, чтобы коллеги могли вывезти лес. И это рекомендация органов местного управления не вводить временное ограничение по всем дорогам местного значения. А если необходимо все-таки вводить, то это согласовывать обязательно с Минэкономразвития, Минпромом и Министерством лесного хозяйства. Кроме того, ощутимой помощью станет поддержка в лесовосстановлении. ГБУ «Тверь лес» в этом году предоставит компаниям в рамках лесовосстановления посадочный материал. Именно на саженцы у лесозагодовительных фирм уходит большее количество средств. Мне, чтобы отсадиться, мне нужно посадочного материала, елочек ососинок, купить на 5-6 миллионов рублей. Учитывая тот факт, что один саженец стоит 3 рубля. Посчитайте, сколько нужно штук. Это миллионами штук они измеряются. И, конечно, эти 5-6 миллионов рублей у меня есть куда потратить в текущей ситуации. Очень важно и очень своевременно, самое главное, это все будет. Это хорошая вещь. Правительство уже утвердило данные меры поддержки, но при этом Кабмин утверждает, что они не будут последними. Через несколько месяцев будет проведен мониторинг их результативности и, возможно, будет введен еще один пакет мер.